Всем привет! Эта история сейчас будет от анонима, я разберу ее письмо. Я для начала напомню тем, кто это не понимает, или забыл, или не хочет меня слышать. Первое. Несколько есть правил для публикации ваших историй. Первое. Если вы ее рассылаете всем подряд и другим блогерам, пожалуйста, мне не присылайте. Мне просто устало читать комментарии под видео о том, что эта история была у другого человека. Зачем вы это публикуете? Если бы я знала, что это массовая рассылка ко всем, наверное, бы я ее для публикации не взяла. Это дело совести автора, который присылает эту историю для своей минутки славы, возможно. Второе. Если вы прислали историю для публикации, обратного хода нет. Я трачу свое время на съемку, на монтаж, на публикацию. Вы занимаете время других людей, которые ждут своей очереди в публикации. Я не пойду на уступки, и я все равно буду публиковать это видео хотя бы из уважения к моему затраченному времени. И я просто в это время, которое я потратила на съемку, монтаж и публикацию вашего видео, я могла эти часы не тратить, взять себе клиентов. Кто-то из ваших людей, которых вы там указываете против, там скандалят, эти истории были очень часто, такое бывает. Пожалуйста, оценивайте ваши риски до того, как вы написали письмо. Я не собираюсь идти на уступки, потому что, честно, просто надоело это. Я тоже хочу ценить свое время, и я могу провести более продуктивно, как минимум провести со своей семьей, например, или заработать деньги в это время, не тратя это время просто в пустоту, в никуда. Так что сейчас к истории подписчицы. Добрый вечер, Галина! Вы, как никто другой, сможете помочь мне в моем вопросе. В моем районе открылось небольшое турецкое кафе в 10 минутах от моего дома. Я живу в Польше. Были трудности с поиском работы, так как не могла найти подходящий график для себя. Очень удобно, когда работа рядом, и к тому же у меня не очень сильно хороший уровень польского языка пока что. Но владелец сказал, что мне язык особо и не нужен, так как заказы мне лично принимать не приходится, а только обслуживать клиентов и помогать на кухне с приготовлением. Так вот, мой коллега практически мужской коллектив у меня, потому что все турки сотрудники. У меня нет и не было отношений с турками никогда. Был только опыт общения по интернету, но не более того. Я совсем немного знаю турецкий. Буквально несколько основных слов и предложений, и все. Слушаю много турецких песен, смотрела много сериалов, плюс общение в интернете с самой собой. Турецкий откладывается у себя как-то в голове. Я думала, что мне никогда не пригодится этот язык, тем более в Польше. Но оказывается, теперь он пригодился мне по работе. Скажу сразу, что о турках и менталитете я наслышана, и, конечно же, о их полигамности тоже. Смотрю уже три года ваши видео на канале. Спасибо большое. Продолжение следует... Первые дни моей работы. Но решила, что он просто наблюдает, как я работаю, чтобы потом отчитываться, например, перед владельцем кафе. А владелец кафе – это его старший брат. Второй, которому 34 года. Очень общительный, эмоциональный, но очень плохо говорит по-польски, как и я. Поэтому в рабочих моментах мне приходится использовать минимальные турецкие, которые я знаю. Если совсем уже плохо, то и переводчик нам в помощь. Я сама по себе в меру общительная, но с чувством юмора. С турками шутки не шучу. Разницу менталитета понимаю. Да и языковой барьер между нами существует. Занимаюсь только работой. Никакого флирта, комплиментов и заботы о себе не допускаю. Единственная с человеческой заботой – это то, что они интересуются, не голодная ли я. Говорят, готовят мне кебаб. И то я не всегда соглашаюсь и сама никогда это первое не прошу. В общем, я заметила, что один из них, которому 34 года, начал уж слишком проявлять ко мне внимание. Задавать много вопросов, спрашивал, замужем я или нет. Я сразу ответила, что я замужем, у меня есть ребенок 10 лет. Он не поверил, спросил, как меня найти в инстаграме. Посмотрел в профиле фото и убедился. Потом начал спрашивать, люблю ли я своего мужа. Тут фейсфалм смайлик. Сказал, что ему я нравлюсь и каждый день стал мне писать и на работе целый день на меня смотрит. Это очень меня напрягает. Я ему сказала твердо, не мешай мне работать и не занимайся ерундой. У меня есть семья. А он мне ответил, хорошо, без проблем. Но все равно потихоньку продолжает делать так дальше. С мужем у нас очень тяжелые отношения, а точнее отношений этих у нас и нет. Живем практически как соседи, но это не значит, что я буду прыгать на любого мужчину, который ко мне проявляет знаки внимания и весит лапшу на уши. Моя цель сейчас заработать денег, чтобы самостоятельно снимать квартиру без мужа и от него съехать. О своих плохих отношениях с мужем я, конечно же, не рассказываю на работе или этому турку. Я прекрасно понимаю, что порядочные турки уважают по-другому, а этот парень создает впечатление обычного балабола и несерьезного человека, хоть вроде бы он и добрый. У него семейный бизнес есть и еще одно кафе в этом же городе. Возможно, они привыкли спать с украинскими девушками, которые у них работают, поэтому он и на третий день позволял себе такие признания и флирт в мою сторону. Эти парни, видимо, думают, что я понимаю турецкий, если иногда на нем говорю, и начали иногда на турецком тихо шептаться между собой. Это тоже наводит на подозрение меня, так как обычно они общаются на своем языке громко, эмоционально, а тут как-то тише говорят при мне. У меня есть напарница, которая меняет меня вечером. Первые три часа мы работаем вместе, а потом она остается до 12 ночи. Мы работаем с первого дня вместе, у нее тоже есть муж. Она более общительная, чем я, постоянно сама идет к парням на контакт, шутит, смеется, пытается им помочь, говорить пытается с ними, хотя это вообще не обязательно. Но самое удивительное, что этот парень не реагирует на нее, так холодно к ней относится, не так ко мне. Возможно, это при мне только так, а то, что там происходит без меня уже 12 ночи, я и не знаю, и знать не хочу. У меня воскресенье, выходной. Так этот парень начал мне днем писать и приглашать в кафе. У него, оказывается, тоже выходной по совпадению, и его даже не смутило, видимо, что вообще-то у меня муж есть ребенок. Я ему сказала, что никуда с ним не пойду, и свой единственный входной я проведу время с дочерью. Потом он спросил, а можно я приеду к вам, где вы будете с дочкой гулять, в смайлике с вытрощенными глазами. Я перестала просто отвечать, как по мне, это уже перебор, навязчивое общение. Я уверена, что он хочет каких-то интимных отношений, и это злит и раздражает его еще больше. К тому же его даже не смущает, что его увидит мой ребенок. Галина, мне не хочется на работе конфликтов, но и терпеть нервы с таким «женихом» тоже не хочется. Как мне себя вести, чтобы этот парень понял, что шансов у него нет, но при этом остался со мной в нормальных рабочих отношениях. С турками это вообще возможно, смайлики? Я переживаю, чтобы от обиды он не настучал на меня владельцу специально. Хотя владелец очень серьезный, строгий и вежливый взрослый мужчина, которого он побаивается даже, когда он приезжает нас проверять. Кстати, владелец женат на украинке. Они, конечно же, любят славянских женщин, смайлик. Работаю всего недели и очень устраивает, что в большом городе до работы 10 минут ехать, а тут график такой подставили подходящий. Мне очень удобно, и мне владелец пошел навстречу. Еще назрел вопрос. Подскажите, если знаете, как воспринимать турка на честность, если это мой начальник? Часто меняются договоренности касаемо работы. При первом знакомстве говорил об обязанностях, что с каждым днем их все у меня больше и больше, а зарплата та же не меняется. Владелец меня не трогает, приезжает на 5 минут, спрашивает, как дела уезжают. А о том, что зарплата раз в месяц, никто не сказал, и об этом я узнала, спросив сама. На работе же я официально не трудоустроена, так как владелец сказал, что будет присматриваться со временем, а потом трудоустроит меня. Обычно неофициально в Польше получают зарплату ежедневно, по часам или каждую неделю. Но я согласилась раз в месяц, так раз в месяц. Сегодня я пришла на работу, дождалась к вечеру напарницу, а она сказала, что начальник в мой выходной день, то есть в ее смену, сидел в кафе полдня и смотрел. А еще сказала, что наша обязанность будет еще и на кассе принимать заказы по компьютеру. Напарница владеет польским, а я нет. Да и изначально сказали, что мне им и не надо владеть, когда я устраивалась, что я буду помогать на кухне. Но обстоятельства меняются, а лично мне это никто об этом ничего не говорит. Если честно, то это бардак какой-то. Еще сегодня я заметила, что моя напарница настолько пообщалась с ребятами, что называет ласково по имени брата нашего владельца Анурчик. И целыми днями стоит, разговаривает с ним, пьет чай, кофе, просто не отстает. А я подаю людям еду, делаю всю обязанность, все мою, пока они там просто про Стамбул разговаривают. А еще утром меня ждала гора посуды. Я удивилась, почему она не помыла перед закрытием. На что она ответила, что после ухода владельца они заказали Макдональдс, сидели, болтали и ели. Она уехала домой почти в 12 ночи и не успела вымыть ничего. Честно, ее поведение становится мне неприятным. Я не понятен, непонятным для меня. Я знаю, что она также поклонница турецких сериалов, но, видимо, у мужчин при своем собственном муже тоже поклонница. В общем, это ее дело, не мне ее судить. Главное, чтобы все обязанности не ложились на меня. У нас везде камеры, и, как понимаю, они работают. Я уже писала, что веду себя серьезно, ни с кем не смеюсь, не болтаю попусту. Познакомилась с третьим напарником азербайджанца, молодой парень. Так он даже глаза лишний раз не поднимает на меня, видя мое поведение. К тому же, внешне я не выгляжу, как украинка. У меня отец наполовину азербайджанец, это видно моей внешности. К тому же, я хочу, чтобы меня уважали на работе. Я не позволяю лишнего. А она мне, они такие хорошие, такие мальчики, мне так нравится коллектив, ха-ха-ха. Хотя один из них сказал ей в лицо, нам от украинок только секс нужен. Сегодня меня удивило, что якобы позвонил владелец своему брату и сказал, что я ему на час раньше уйти домой. Что я могу уйти на час раньше домой. Сначала я задумалась, что неужели им не нравится, как я работаю, или что-то случилось. Очень, в общем, я разволновалась. Потом думала, возможно, он хочет посмотреть по камерам, как работает моя напарница. Ведь она сегодня на рабочем времени пила кофе и болтала, сидела. Не знаю, что ей думать. Короче, возможно, меня специально попросили уйти. Я ведь не знаю, какие там разборки и вообще. Вот я и думаю, как верить на слово, как это все воспринимать. Неужели на работе у турков ценится не тут, а просто, простите, блядство. Надеюсь, такого не будет. Кто вешается на мужчин, тот и остается на работе. К сожалению, такое может быть. И, возможно, у вас к этому идет. И ваша легкомысленная напарница это четко поняла. Ее не смущают фразы о том, что им от украинок нужна только постель. Ей-то окей и нормально, и она на это согласна. Здесь вопрос не менталитета, а вопрос воспитанности личных границ самих людей. Если мы берем менталитет турецкий, да, у них принято, помимо работы. Вот есть эти моменты. Сначала дайте фраз, потом про историю вот эту с этой напарницей, этими отношениями. У них, да, недоговоренность, нет конкретики. Очень часто, не у всех, смотря в какой сфере вы работаете. Вот то, что вы описываете, это там нормально. Это явно не белые воротнички, галстуки, там, не знаю, банка и всякое прочее. Недоговоренность, понебратское отношение в нерабочее, посидеть, не поработать, чьи погонять нормально вообще. Нарушение личных границ, какой-то флирт на работе, окей. Или нарушение договоренности, вот что изначально устраивалось и что я сейчас получаю. Да, то, что вы описываете для начальника его там сотрудников, турок, это нормально. Это вот как бы было бы в Стамбуле, в Турции. Если мы берем ваш другой менталитет и вообще-то, то есть условно, они, скорее всего, уже с вот этим коллективом малой семьей, родственники на работе, они как бы условно в маленькой Турции существуют, их менталитет соответствует не Польше или Европе, а как бы Турции это было. Это очень сильно видно, да, то есть Турция в них осталась, ничего не поменялось. Не ждем от них какого-то европейского поведения. Ваша проблема, что вы уже согласились на зарплату, оплату раз в месяц. Надо было отстаивать, то есть ваша задача, там очень мягкие, размытые границы личные, ваша задача их отстаивать, потому что это ваши интересы. Вы уже границу пододвинули, вы согласились не на каждодневную или понедельную оплату почасовую, а раз в месяц. А отстаивайте свои личные границы. Вот то, что не нравится, сразу проговаривайте, не откладывайте на потом, не ждите, что догадаются. Там сделано все так в менталитете, что специально это не договаривается, чтобы потом это не всплывало. Или использовать это против вас, когда это будет удобно. А ты сама не спрашивала, ты молчала, значит, я все устраивала. Вот это вы потом в ответе можете получить от своего, например, начальства. То есть, короче, если вам комфортно, вот так, про личные здесь вообще вопросы, личные границы, продолжайте вести себя точно так же, как сейчас себя ведете. Это нормально, вы поступаете правильно на работе, как и должно быть. Со своими личными границами и правилами, въедете ли вы в этот коллектив, скорее всего, будет трудно, вы можете переработаться. Но если бы не было вот этой женщины рядом. В чем проблема загвоздка с ней? С ее вот этим легким поведением, всем прочим, она в силу своей некой невоспитанности, отчувствия своих границ, возможно, своих каких-то целей определенных, она ведет себя вот так, ну, не очень, короче говоря, координацию соблюдает на работе, да, общение вот это, короче, не очень правильно она себя, если мы берем вопросы трудоустройства, ведет себя некорректно, она, да, неприлично, если так можно выразиться. Это ее выбор, вы правильно говорите, мне ее не судить. Да, из-за нее вы можете потерять свою работу. Да, она может приболтать, залезть, расположить к себе, скорее всего, она этим прямо сейчас и занимается, и да, вас могут пододвинуть, и ваш испытательный слой урок дальше не продлится. Здесь вопрос, на самом деле, не работает урок, или вы меня сейчас спрашиваете, как с ними общаться или подстраиваться, подстраиваться не надо, оставайтесь такой, какая вы есть, а не никто, чтобы под них подстраиваться, вашу жизнь, себя, менталитет, свои взгляды, что-то менять. Это просто проходящий момент. Да, удобно возле дома. Вообще себе подумайте, зачем я хожу на эту работу. Зарабатываю деньги, и мне это удобно и комфортно возле дома. К сожалению, возможно, вот эти нарушения личных границ будут минусами для вас, и это будет еще минусы больше, вы потом захотите уйти с этой работы, потому что будет невыносимо это терпеть. Вас эмоционально вымотают, вам будет тяжело, вы будете не знать, как с ними себя вести, как общаться, какое поведение должно быть. Короче, трудностей, оставаясь в этом коллективе, может быть больше. Вы можете приработаться, в общем, короче, чтобы я на вашем месте вот по менталитету сейчас сделала турецкому. Остаемся, пока заканчивается испытательный срок, там будет разговор с начальником этим, да, с директором. Во время, пока вы остаетесь, работаете, вы продолжаете отстаивать свои границы, потому что вам так удобнее, хорошо, вы имеете на это полное право, делайте так, не изменяйте себе, не подстраивайтесь, не ломайте себя и не идите на уступки кому-то, что делать не хочется, когда вам, да. А не обращайте внимания, не контактируйте с этой сотрудницей, и вообще себя с ней не отождествляйте. Это ее дело, если условно они ее выберут, а вас попросят прекратить как бы, да, работу, просто сделайте вывод, и можете это предугадать и уйти раньше, если хотите, можете дотянуть, да, это услышать, то есть для вас это не будет новостью, она сейчас максимально работает, втирается, она на самом деле ведется как турчанка, абсолютно, поведение чисто турецкое, турчанка бы на работе себя очень много, ну, такая светская, расхлябанная, нерелигиозная, закрытая и набожная, вела бы себя так, хотя есть и набожные, и закрытые, которые тоже себя так вести будут флиртовать, вообще здесь вопрос не флирта, а границ, а она стирает понебратские границы, общается, тусуется, говорит с ними, понимаете, как-то время проводят, Макдональдс, он они заказывают, вот в чем дело, она знает этот подход, возможно, да, ее, скорее всего, выберут, скорее всего, может, так и получится эта история, ну, пусть для вас этой новостью не будет, подстраиваться под них себя и ломать, повторюсь, не надо, если мы берем вот этого турка, который подкатывал к Лене, ознакомился, вы правильно все делаете, отказываете, либо не общаетесь, избегаете, в том плане, что вообще с ним не разговариваете, на какие-то личные темы, фразы, которые вам помогут, на работе я прихожу работать, вообще для себя, зачем вы ходите на работу, подружка, напарница, извините, ходит подружить, потусоваться, пообщаться, завести знакомство, у вас задача заработать деньги, это удобно возле дома, и если вы приходите на работу работать, так так и говорите, этот клеит к линии, я на работе работаю, я напоминаю, у меня есть муж и ребенок, правильно делайте, что не рассказывайте про свои проблемы семейные, он за это зацепится, вам начнет давить, короче, вообще, молодец, держите, оборону дальше продолжайте, но, возможно, да, встанет вопрос того, что вам придется уходить с этой работы, и вам, может быть, самой со временем это все разонравится, этот коллектив, вы там покопаетесь и поймете, что это просто не ваше, у вас другие ценности и у вас другие личные границы, продолжайте отстаивать свои личные границы, это прям 100%, если вы чувствуете, что выполняете больше работы, зарплата от этого не поднимается, открыто начальнику об этом говорить, если у вас с этой напарницей общие там какие-то обязанности, в общем, не молчите, ваша задача не молчать, отстаивать свое я, эго, свои границы, вы работать ходите, а не тусоваться туда или кому-то нравится, вот за сколько потопали, столько и полупали, столько зарплату должны получить, поднимайте эти темы, турки эти темы не любят, но говорить об этом надо, потому что они хотят сами специально размывать границы, дабы их двигать потом, как им самим удобно, это про менталитет вопрос, а как понимать, что врут или не врут? Никак, здесь нет такого, вы просто все, что вам говорится, делите сразу напополам, это часть менталитета, если говорят, бокал им бокарыст, а может быть будет, посмотрим, об этом точно конкретно не говорим, больше процентов вероятности, что это даже не случится, то есть хватайте за фразы, заземляйте их, ставьте границы, ловите на слове, прям конкретно, фактами, и вы можете турка только пригвоздить куда-то как-то, вот эта борьба будет с вот этой размытостью границ, с вот этим поведением, с враньем каким. Надеюсь, у меня получилось ответить на ваш вопрос, пишите в комментариях под видео, автору письма, что вы думаете, какие вы можете дать советы в общении с турками, то есть как бы вы себя повели на ее месте, если у вас было, отмечу, не отношения, а работа подобного плана с турками, что бы вы делали на ее месте. В инфобоксе под видео есть ссылка на мою почту, вы можете также, как автор письма, прислать историю для разбора на канале, можете написать консультация, и я отвечу вам, вышли условия индивидуально-психологическая консультация у меня. Спасибо всем за внимание, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, скоро увидимся, всем пока!